всем привет меня зовут татьяна вы на канале татьяна стич это канал о вышивке и рукоделия продолжаю снимать свои вышивальные вечера но сегодня будет вечер тишины и я сегодня просто буду вышивать но хотелось вам показать с чего я сегодня начинаю вышиваю свой корабль буду работать над парусами и как раз таки вот я начинаю с этой стороны сегодня уже 10 сентября вчера я не снимала видео просто вышивала наслаждалась процессом этим и сегодня я долго не могла решить что я хочу повышевать на что мне есть настроение так как решала решала и не определилась думаю а возьму-ка и и продолжу вышивать тот же самый вчерашний процесс вчера я вышила чуть больше 400 крестиков и пошла спать я наверное вышивала ну чуть меньше двух часов может быть около двух часов и сегодня тоже вот вышиваю уже два часа и вышила 400 крестиков но сейчас еще продолжу вышивать на данный момент я уже могу сказать что сам корабль у меня вышелся полностью то есть все что вы здесь вот внизу вышила вышилась полностью буквально сегодня я заканчивала свои последние вот такие вот крестики тут вышивала в эту мачту здесь видите такие отдельные стежки но здесь будут потом протягиваться тросы и сейчас все я уже работаю но над парусами и вот иду с самого нижнего не вышитого паруса вверх-вверх-вверх-вверх хотела между вместо паруса сказать памперса у меня в голове памперса сейчас так что мне позволительно так что ничего страшного сейчас будем болтать и я буду вышивать вот такими вот цветами вот такими вот на серой основе вышивать серо-бежевыми цветами еще то удовольствие но ничего с хорошим освещением все нормально и вышивается очень легко то есть вышивается прям такими волнами вот давайте я вам сейчас покажу вот что мне предстоит то есть это вот этот цвет потом вот другой цвет приблизительно такой же потом будет белый цвет вот в этом видели так что прикольно и все паруса будут приблизительно также вышиваться да вот так все паруса единственно потом придется поработать вот над этими на мачтах смотровыми будками наверное а потом будут тросы 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 много тросов еще сегодня тоже разглядывала здесь эту схему подробней здесь вот написано сколько мне осталось вышивать то есть если вы видите вышила уже 65 процентов и мне осталось 3 500 3 600 вышить вот здесь вот 3 600 осталось вышить это всего но из них только 1400 крестиков 29 3 четверти 866 петитных крестиков и здесь вот интересная цифра 2 2500 это лонг стич всего 18 бэкстич и вот я так думаю 2500 лонг стич плюс 1444 это должно быть получится 3900 с чем-то то есть если сложить эту цифру и эту цифру а у меня всего-то осталось 3500 поэтому не понимаю как кростич сага считает но для меня это не особо важно скорее всего когда я дошью все крестики потом мне этот лонг стич начнет отчитываться очень очень быстро но самое главное что мне видеть вот эту цифру 65 процентов вышито поэтому я думаю у меня есть все шансы вышить этот корабль в этом месяце а потом буду уже думать что вышивать сверху снизу придумывать это все так что еще будет очень интересная работа но сегодня все начинаем болтать сейчас я вернусь к своему цвету который я вышивала вот этот цвет и все продолжим я вот уже приготовила ниточку вот так вот стоят мои игольчатые органайзеры на всю палитру dmc и ей я пользуюсь для определенных процессов когда начинаю другой процесс вышивать и знаю что мне вот такая вот система так тоже будет удобно я на новый процесс навешиваю сюда ниточки навешиваю где-то по две пасмы давно уже хочу снять прям видео о моих ниточных органайзерах или вернее о моем хранение ниток но это будет как бы часть из этого видео но так как этот процесс сейчас именно так и вышивается поэтому это очень удобно а стоит это все сейчас в выдвижной полочки моего комода комод обычно когда я вышиваю я вот потом задвигаю под стол мне вот если не удобно на вот этой полочке вышивать я могу нижнюю полочку открыть или верхнюю вот сейчас по высоте мне удобно когда ниточки вот именно в таком положении стоят мне тогда удобно выбирать все мои цвета когда мои две пасмы я сюда по две пасмы навешиваю иногда там по три если они тут заканчиваются то я беру еще две пасмы из своего общего хранения ниток и довешиваю сюда и продолжаю вышивать все так что поехали начнем отвечать на вопросы тега на 167 вопрос сегодня начнем отвечать на вопрос 75 бывает ли так что мучительно вынашиваешь идею для какой-то своей работы не видишь ее решение и отступаешь либо если идея спонтанная и все для нее под руками есть все схватилось и пошло результат потом разочаровал наверно что-то такое было прям мучительно вынашиваю идею я не люблю использовать если вы уже поняли слова мучительно или нравится не нравится не нравится нелюбимая что касается моего рукоделия ничего мучительного нет но я должна сказать что если я начинаю что-то придумывать и создавать то у меня начинает начинается какой-то душевный подъем и я однозначно вот если я начинаю у меня пошла идея появилась какой-то такой вот спонтанное вдохновение я могу расходить спать я могу прям силы себя заставить спать и до двух-трех часов ночи сидеть и там что-то делать переделывать додумывать передумывать то есть такое да однозначно бывает и должна сказать что мне вот этот момент очень-очень нравится вышивки или вот в моем рукоделии я наверное только из-за этих моментов то и получаю такое вот удовольствие когда вот начинается какой-то такой душевный подъем и эйфория я на этих крыльях прям лечу вот мне просто необходимо это осуществлять когда я чересчур уставшая и я сижу просто вышиваю какой-то один процесс и вчера вышивала позавчера и позапозавчера у меня это закончится тем что я вышивала чуть-чуть и тут же я захотела спать и не пошла спать и я такая с опущенными руками уставшая иду спать вот такое состояние мне не нравится после вышивки а вот мне нравится состояние когда я вся горю я на таком подъеме и мне у меня получается у меня много идей и у меня еще 150 идей я ложусь спать а у меня эти идеи в моей голове прям кружатся и что-то еще додумывается вот так ради такого я и вышиваю ради такого я создаю свои процессы а так что что-то вынашивала вынашивала начала делать эту осуществлять эту идею потом появилось разочарование да такое бывает и на тот момент мне надо тогда может быть вышивку или что-то рукодельно это отложить потом подумать передумать придет какой-то момент либо решение придет либо другое видение появится и либо опять я полюблю то что я делаю ну допустим у меня есть процесс я я вышиваю схему она не арабыска называется это по-другому называется она вышивается блэк ворпом но я ее вышиваю в дополнение она будет украшаться брошением с жуками и я кое-что там доделывала переделывала и наступил какой-то момент когда мне показалось что все что я сделала все мои добавления мне не нравится не хочу больше не нравится я эту работу просто отложила а потом когда я вам показывала я вам рассказала о своих переживаниях о том что мне что-то не нравится показала что как и многие начали писать какие-то свои мысли высказывать свои идеи и мне это помогло опять полюбить эту работу у меня есть какие какие-то идеи как я могу что-то изменить заменить то есть изменения будут сделаны но вот на тот момент когда я остановилась я уже была готова чуть ли не полностью там чуть ли не заплатку делать пришивать это на ту на то место которое мне не нравится и прям вот прям вот так вот с заплаткой то есть вот так вот готова была все это справлять но сейчас решила что так не буду делать буду чуть-чуть по-другому выходить из положения поэтому конечно может наступить такой момент как бы перегорание какой-то идеи которые я создаю и тогда надо просто отступить на какое-то время дать себе подумать а решение проблема придет потом само собой или само и я сама пойму что мне делать дальше с этим процессом либо что-то будет переделывать либо начинать заново либо отложу наверно ну ну так вот чтобы я прям полностью отказалась какой-то идеи наверное такого еще не было а вот что-то переделать и доделать это это абсолютно нормально и я из-за этого по из-за этого не переживаю потому что в этом-то и заключается творчество когда ты пытаешься что-то придумать начинаешь это осуществлять она не получилось возьми и переделай это делай и она получится уже не так как ты придумал изначально ему получится по-другому но мы все равно может получить очень хорошо я так отношусь к ко всему в принципе что касается и вязание это так что касается и других видов моего рукоделия и так ты допустим оформительные какие-то моменты которые я сама для себя начинаю осуществлять тоже такое бывает сначала задумываю что-то одно потом это не получается но получается что-то другое можно и делать приделать расстраивает это должна сказать наверное это вводит какой-то в ступор в замешательство но так чтобы я прям расстроилась переживала еще и поплакала из этого нет ни за что я очень адекватно расставляю свои приоритеты четко понимаешь за этого я буду плакать и за этого я не буду плакать то есть какие-то неудачи вам рукоделия однозначно не относятся к такому виду переживания из-за которых который меня прям очень-очень может расстроить нет это все текущие моменты которые можно исправить это однозначно можно исправить следующий вопрос если вы видите я тут открываю открываю вопросы когда приходится закрывать сагу следующий вопрос 76 было ли у вас с первым блинкомом если да то подробнее и как не опускать рук интересный вопрос как не опускать рук вот если даже отвлечься просто от вышивки как не опускать рук потому что особенно у меня в жизни когда я поставила себе какие-то цели допустим поступить в медицинский институт в киргизии закончить школу там золотую медалью у меня не получалось допустим физика русские у меня не получались а на тот момент надо было физику сдавать потом допустим появилась идея приехать в америку и начать работать в науке потом когда приехала появилась идея что надо поступать в медицинскую аспирантуру сдала все экзамены а потом меня направили мои мысли перенаправили направление сказали зачем тебе это медицинская аспирантура молекулярная тебе надо идти в ординатуру и работать по специальности врача и естественно на пути достижения этих целей было очень много неудач просто очень-очень-очень много неудач и допустим когда сдавала тесты учусь 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 прохожу проданный тест а у меня результаты очень плохие плакала расстраивалась давала себе отдохнуть подумать я меня когда что-то начинает расстраивать я обычно себе всегда говорю что так надо все отстраниться я могу начать допустим рукоделить в этот момент или надо куда-то пойти отдохнуть пойти спортом позаниматься а уже принимать какие-то решения завтра послезавтра через неделю решение само тебя найдет и обычно так бывает когда уже эмоции проходит появляется уже действительно решение что и как надо сделать рукодели то же самое и поэтому из-за того что я знаю что все это решаемо все можно додумать поэтому у меня нету по крайней мере сейчас у меня нет такого же желания даже опустить руки и опустить руки это сродни депрессии а у меня такого понятия не существует потому что даже если что-то не получилось в моем мои идеи осуществление ее как будто рукодельная идея я абсолютно точно знаю что придет новая идея на смену этой как что-то исправить изменить и она будет еще лучше просто надо дать себе время и может быть отвлечься и отстраниться от этой проблемы и начать заниматься чем-то другим вот в помощь мои много процессов много видов хобби все можно решить на свете особенно в рукоделии все можно решить конечно есть такие вещи которые от нас не зависит но что касается нашего рукоделия это однозначно все в наших руках это точно можно исправить и улучшить следующий вопрос семьдесят седьмой иногда есть сомнения зачем я это делаю кому это нужно что касается моего творчества у меня сомнений нет зачем я это делаю я это делаю для себя для отдыха для меня вот это творчество она просто необходимо и этот отдых мне тоже просто необходим то есть в этот момент происходит моя перезагрузка на завтрашний интересный классный самый лучший в моей жизни день если поэтому у меня абсолютно нет угрызения совести сколько времени я трачу на свою вышивку потому что у меня по-любому никогда не бывает что я прям целый день вышивала я раньше тоже все пыталась спланировать себе вот этот марафон 24 часа я так и не смогла спланировать потому что всегда что-то меня отвлекает всегда что-то нужно делать поэтому вот так вот соорганизоваться я не смогла хотя очень хотелось мне вот именно такой формат попробовать но не все от меня зависит и конечно допустим свою семью отстранить только ради своей вышивки и рукоделий я не могу не то что не могу я не хочу для меня это намного интереснее важнее сейчас вот это наше время вместе времяпрепровождение потому что в эти моменты я понимаю какая я счастлива и что он не просто это необходимо сейчас я вижу там у у саши уже начинается какое-то такое вот успокоение раньше у него просто было такое состояние куда-то бежать что-то делать делать а сейчас у него появляются моменты когда он хочет просто посидеть у тебя на коленях побыть с тобой потрогать тебя и вот как он тянется и ко мне и к мужу когда вот мы вместе вечером уже перед сном ну конечно эти моменты сейчас для меня они намного важнее в этом плане я себе уже давно определила что зачем и почему я это делаю у меня знаете по поводу моего рукоделия творчество вышивки вязание все то что я творю у меня таких вопросов вообще не возникает давным давным давно еще с детства потому что для меня всегда вот это была моя необходимость умеет просто должно было присутствовать мне кажется все мое время когда мы знакомы с мужем это всегда было в моей жизни он ко мне уже к такой привык уже нету каких-то вопросов зачем я это делаю он знает что мне это нужно и он абсолютно тоже нормально к этому относится единственный вид моего хобби который иногда еще заставляет меня задуматься зачем я это делаю чем это нужно это наверное мой рукодельный канал иногда у меня бывают такие моменты ну все ну все надоело устала это не нужно но опять же основываясь на моем опыте жизненным я уже как бы знаю себя что я обычно никогда не сжигаю мосты время само покажет что и как и зачем и зачем мне это реально нужно и даю себе такие перерывы неделя месяц допустим пару раз в этот месяц или там раз в этот месяц я могу ну что-то снять в виде каких-то тегов но без сильного такого влечения канал канал а потом знаете опять наступает такое вдохновение из-за какого-то комментария обычно очень часто из-за какого-то комментария хочется делиться и опять мне накрывает эта волна и меня опять несет поэтому зачем я это делаю потому что хочется вот так общаться хочется опять испытывать эти приятные эмоции эти приятные эмоции я когда-то получила начиная своего первого комментария на ютюбе и как тогда мне было это приятно так и сейчас то есть и один комментарий приятен и 10 комментариев из 40 комментариев приятен и лайки приятны дизлайки я уже научилась к ним нормально относиться сейчас даже не обращаем их внимание даже не знаю сколько у меня где дизлайков потому что такая-то мелочь в жизни такая мелочь настолько это все не важно да важно эти 99.99 процентов позитива которые я на канале получаю поэтому даже на этот вопрос иногда у меня возникают такие мысли зачем я это делаю но даже на этот вопрос я не знаю ответ потому что наступит момент когда меня опять накроет волна и мне захочется с вами общаться с вами делиться вот ради таких моментов я это и делаю так наверно надо выбрать другой цвет остается здесь у меня такой маленький хвостик но сколько там крестиков 7 микрокрестиков своих сделаю сейчас же я вышиваю в одну ниточку схс и это где-то 19-20 каунт на вот этой равномерке через ему переплетение вышиваем крестиками в одну ниточку так а следующий цвет у меня будет 30-24 так 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 30-24 иногда приходится вот так вот доставать 30-24 так здесь у меня много будет вышиваться это здорово я наверно такие жизненные вопросы что зачем почему я уже давно для себя ответил у меня уже нету этих мук выбора уже давно все решено определено нет каких-то угрызений совести по поводу того сколько времени на это трачу потому что у меня жизнь очень четко распределена если бы у меня было только одно рукоделие и вся жизнь крутилась бы вокруг этого рукоделия может быть какие-то другие рассуждения но вот в данный момент времени когда у меня есть полная рабочий день работа на полный рабочий день когда есть еще он периодически мое обучение которое нет ни ко мне возвращаются виде каких-то экзаменов повышение квалификации когда есть естественно семейные обязанности домашние обязанности и уже какой-то какие-то несколько часов ночью остаются только для меня поэтому в этот момент у меня никаких угрызений совести я в течение всего дня уже сделала достаточно поэтому все остальное это только для меня и и меня надо в этот момент просто пожалеть наставить в покое и дать мне восстановиться за тяжелый рабочий день вот такой вот меня к этому отношениям следующий вопрос семьдесят восьмой вопрос вам на сто процентов нравится ваше творение или есть сомнения иногда есть сомнения но тогда я просто что-то додумывала доделывала либо оставляю и когда после появляется какая-то новая идея или более усовершенствованная идея на тот момент если у меня есть ощущение что вот это на сто процентов идеальный вариант именно для меня только после этого я начинаю доводить ее до конца и обычно я своими результатами очень довольна по итогу если там чуть-чуть там кривой крестик где-то справа слева на такое я уже не обращаю внимание для меня важна вот эта общая картинка или общая идея общая задумка ее осуществления на какие-то такие вот мелочи я уже могу потом не обратить внимание какие-то законченные ниточки в процессе работы с каким-то набором это тоже мелочь поэтому что все можно заменить доделать заказать новые дождаться закончить вот такое это такая мелочь для меня что допустим если какая-то ниточка рвется в процессе вышивки то всегда можно найти другую ниточку другую иголочку и подстроиться так чтобы она не рвалась научиться как бы руками правильно придерживать ниточку чтобы она не перетиралась от конву и она тогда не будет протираться и рваться в общем под все можно подстроиться и если у меня есть сомнения в том что я делаю я тогда это не делаю я делаю что-то другое а с этим сомневающимся видом или каким-то процессом или видом рукоделия я пока останавливаюсь и торможу следующее 79 если в вашей жизни не было бы творчества чем бы вы занимались? другим видом творчества имейте ввиду какого именно? если бы не было творчества вообще никакого творчества тогда нет однозначно каким бы творчеством бы я занималась если не творчеством тогда однозначно может быть ушла бы в чтение ушла бы в готовку вот если бы мне сказали больше нельзя нельзя больше рукоделить все конец я бы начала готовить и может быть открыла бы свой канал по приготовлению пищи мне кажется мне было бы это интересно вот раскручивать канал еще и готовить потому что как мой муж говорит в таких кулинарных каналах есть побочный продукт очень вкусно приготовленная еда которую надо потом есть так что я однозначно бы нашла чем себя занять я точно не тот человек который бы переживал о мне нечем заниматься вот отберут мои наборы мои ниточки иголочки швейную машинку спицы все все отберут кисточки краски отберут это надо еще найти такого человека который это осуществит однозначно бы нашла чем заниматься я не знаю спортом начала бы заниматься с утра до вечера опять может быть начала готовиться к марафону я кстати когда-то готовилась к марафону и прям участвовала в забегах таких не в коротких но подготовка к марафону у меня была такая чуть ли не полгода я бегала как минимум по три раза в неделю и увеличивала увеличивала свои темпы свои скорости на выходных у меня были такие забеги по не знаю по двадцать километров и больше так что да а потом началась подготовка к моему экзамену и все я поняла либо экзамен медицинский либо марафон два занятия совмещать невозможно потому что марафон подготовка к марафону прям очень много времени забирал времени в силу это естественно потому что после такого несколько часового забега ты приходишь домой и ты просто вот так ноги вверху я тогда вот так лежа только лежала и крючком вязала руки шевелились а тело и ноги вообще не шевелились мне кажется я бы и вышивать не могла ну наверное смогла бы вышивать наборы джойс ланды лежа в кровати но вопрос немного мне кажется странный потому что я не могу себе представить ситуацию когда у меня все 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 отберут куда это денется ну помните я вам тоже рассказывала что если бы не смогла бы вышивать но у меня скорее всего все равно была возможность допустим пользоваться компьютером я бы тогда просто на компьютере придумывала схемы занималась бы распространением этих схем продаж искала людей для первоотшивов придумывала бы дизайн этих наборов может быть даже собирала бы свои наборы поэтому столько дел в мире всех дел не переделаешь а потом у меня еще была идея если бы я не могла бы рукоделить я бы скорее всего ушла бы в преподавание своей специальности особенно допустим видео уроки преподавания может быть для подготовку людей для экзаменов медицинских чтобы допустим поступить сюда в ординатуру здесь в Америке для чтобы сдавать эти экзамены и с ними то есть мне есть чем делиться сейчас просто нет желания этим делиться у меня же тоже был youtube вернее был он есть youtube канал где я какое-то время в течение может быть года или двух снимала видео и рассказывала о том как стать врачом в Америке и для русскоязычных людей то есть постсоветского пространства что для этого нужно сделать в принципе этот способ не только для русскоязычных но и для всех остальных но все остальные об этом обычно рассказывают либо на своих языках либо на английском а я как бы снимала все это на русском и пыталась мотивировать людей и рассказывала на своем собственном примере что все это возможно такое у меня развлечение было и мне это на тот момент нравилось мне само это стимулировало и поддерживало так тишенька давай садись сюда сбоку давай садись следующий вопрос шьете ли вы одежду для своей семьи нет на данный момент не шью и на данный момент лично для себя я не вижу в этом необходимости потому что готовые одежды сейчас очень доступны и в цене и в качестве и в выборе сейчас выбор настолько большой поэтому раньше это была реальная необходимость потому что если хочешь одеваться необычно красиво то надо было это само себе придумывать и шить либо может быть заказывать на заказ вся остальная одежда она же была настолько простая примитивная обычная а вот если хотелось индивидуальности то там да нам надо было прям постараться тогда был какой-то стимул а сейчас шить одежду нет никакого стимула поэтому нет не шью одежду но если нужно что-то подлатать то я это легко легко быстро я очень легкая на подъем допустим если муж покупает какие-то брюки он говорит что ему там надо подшить или расшить или удлинить там же обычно в брюках но очень часто я ему удлиняю да в брюках есть такой хороший запас на подгиб и что мы делаем мы это обычно я это обычно распарываю делаю подгиб допустим совсем на чуть-чуть допустим дополнительные несколько сантиметров у него получается добавить допустим подшить рубашки тогда я ему понравилась какая-то рубашка по качеству ткань понравилась стиль понравился но она была очень широкая и вот я ему ее делаю не такую широкую поэтому да все это могу подшить доделать если в этом есть необходимость а вот так вот чтобы сшить одежду нет таким я не занимаюсь сейчас следующий вопрос ремонтируете ли вы одежду своим домашним только что ответила на него да ремонтирую и легко что касается знаете вот такого носков протертых коленок нет я это уже не ремонтирую и саше не запрещаю ползать если у него есть желание ползти там по асфальту пусть ползет протрет коленки да болячек станет больно он встанет и пойдет сам я могу ему там пару раз сказать сашенька нет вставай если он не будет вставать будет дальше ползти пусть ползет если ползет погрызи это все можно отстирать я по этому поводу даже не переживаю хочешь давай ничего страшного все отстираем все то допустим мама у меня штопну коленки а сейчас нет то есть если ползает ползает протираются эти коленки я могу даже обрезать сделать шортики но скорее всего просто уже одеваем другие штанишки пусть в них ползает сейчас это естественно очень большая редкость что если он там куда-то ползает но иногда приходит садик с протертой коленкой а если дырочка небольшая дома он еще в этих штанишках ходит а если большая просто уже кидываем штанишки и шортики он у нас почти не носит по той же самой причине что у него есть вот это желание поползать и если он ползает его красивые беленькие коленочки должны быть защищены штанишками поэтому у нас даже здесь в нашу жару он все равно ходил в штанишках носки тоже не штопа потому что это тоже расходный материал все это можно выкинуть купить новое следующий вопрос 82 как организовано ваше рукодельное рабочее место это отдельная комната или небольшой уголок и еще один вопрос есть ли у вас рукодельный уголок почему вы его не показываете потому что я снимаю сейчас очень длинный влог с ответами на гигантский тег а так у меня уже очень давно есть желание показать свой рукодельный уголок но вот как только я закончу снимать вот это видео длинное как только пройдут наши вышивальные вчера у меня уже список видео которые я хочу снять и одно из первых это будет видео про мой рукодельный уголок потому что я уже тут все организовала и я уже готова потому что бы его показать и сейчас мне в этом рукодельном уголке прям все 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 устраивает у меня есть пол комнаты но даже не пол комнаты это достаточно большая комната вот у меня одна стена что-то стоит с этой стороны и вот что-то стоит с той стороны вот та стена она как бы часть рабочий кабинет моего мужа а в том углу стоит удобное кресло в котором можно просто сесть отдохнуть мне ему то есть это просто как бы зона отдыха поэтому пол комнаты этой это вот мой рукодельный уголок и это кстати одна из больших комнат в этом доме вернее самая большая комната в этом доме здесь теоретически должна была быть спальня но так как мы в спальню приходим только поспать и все то есть где-то отдыхать где-то допустим лежать смотреть телевизор мы этого никогда не делаем в спальне только в спальне я и муж мы уже заходим чтоб все лечь спать и все соответственно там у нас обычно темно я как бы туда и покрывала такого более темного цвета и штуру более темного цвета который кстати мы будем завтра вешать наконец-то вот то есть сейчас после того как разобрали все коробки уже вот прошло какое-то время получается прошло два месяца у нас уже появилось желание какие-то силы до делать доводить какие-то вещи до ума а так у нас действительно особенно после тяжелой рабочей недели просто было желание отдыхать 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 куда-то там ездить и дома уже как бы ничем не хотела заниматься но вот сейчас такое желание появилось потому что все в основном уже разложили и сейчас будем просто устраивать свой свой уют свой быт так что обязательно покажу свою рукодельную комнату а так у меня здесь достаточно шкафчиков классный стол стол это конечно это самая важная часть моего рукодельного уголка я на счет этого стола очень долго думала размышляла и очень рада что он у меня появился все потом расскажу сейчас это будет просто такая интрига затравка но будет отдельное видео следующий вопрос будет ли в вашем блоге помещена фотография вашей рабочей зоны очень хочется посмотреть будет будет отдельное видео рукоделье в интерьере следующий вопрос интересно как размещаются и живут такие замечательные рукотворения в вашем жизненном пространстве пока никак они не живут потому что я уже рассказывала что было время особенно когда мы переезжали и у меня не было никакого желания оформлять это в рамы поэтому все мои оформления были в виде таких панно дом без таких широких тяжелых рам можно было всегда проложить в какие-то гигантские может быть папки и легко перевозить то есть до сих пор я еще наверно не пришла к тому чтобы оформлять свое пространство потому что это опять же мы этот дом снимаем это не наш окончательный вариант куда мы поедем что будет в жизни мы пока еще не распределили не запланировали сейчас пока пытаемся вот осесть тут на какое-то время вот это моя первая работа мне работа безумно нравится мне очень нравится госпиталь и очень нравится коллектив но как бы мы только что переехали в штат и мы еще как бы осваиваемся и самые наши большие наверное такие страхи это за школу для нашего сына здесь вот в этом городе где мы живем есть несколько начальных школ несколько средних школ и одна вернее две хай одна из этих школ частная она небольшая и там как бы намного больше внимания уделяется каждому ребенку и дети вниманием избалованы а другая школа она просто гигантская она знаете как я не знаю как я не знаю у нас наверное мой институт в киргизии хотя это был гигантский институт меньше вот этой школы для старшеклассников то есть это как маленький такой мир в котором живут старшеклассники но эта школа конечно прям классная но так как она выглядит даже и построена как университет там дети более независимы и все это зависит от ребенка какое какое образование ему подходит если он может быть готов к самообразованию естественные родители в этом плане должны приложить усилия и участие и помогать ему самообразовываться и быть более независимым то конечно можно в эту общую школу пойти то есть она не частная и она просто прям классная она прям отличная но их тут всего в две а вдруг что-то не пойдет а вдруг что-то не понравится то есть если это был бы какой-то гигантский город как Хьюстон или в Аталы где мы жили там не понравится тут можно в другое пойти не понравится тут можно в третье пойти на машине туда-сюда доехать а здесь вариант всего из двух школ выбирать и соответственно идеи такие что если что-то не пойдет и не понравится у нас уже будет куплен дом придется только уезжать или если у меня что-то на работе случится и я не захочу здесь больше работать здесь другую работу уже не найдешь то есть надо продавать и переезжать и в большом городе были бы шансы здесь не получилось буду искать в другой части города а здесь такого нету поэтому вот в этом плане есть небольшой страх что здесь как такового выбора нету вот на данный момент все хорошо замечательно а вдруг завтра будет нехорошо придется опять продавать этот дом а уже когда ты обустроился и уже куплен твой дом то вот так вот просто как мы туда-сюда как перелетные птицы переезжаем быстро как-то так отряхнулись и все и опять новая жизнь началась и мы уже даже очень нормально к этому относимся то в этом случае уже когда дом будет куплен нет это будет уже совсем другой переезд там уже будет необходимость и покупки нового дома и продажи старого дома и на все это деньги и переезд большого дома в большой дом там уже намного больше вещей будет чем у нас сейчас поэтому вот такие вот моменты и к чему это все рассказываю к тому что думая обо всем этом что это будет в будущем даже сейчас у меня нет какой-то потребности завешивать все эти стены в доме потому что ну что-то есть какие-то украшения но сам по себе интерьер такой у нас простой очень открытый очень большие пространства меньше мебели и нас это устраивает завешивать картины картинами дом нет необходимости но есть небольшое желание и я этому желанию сейчас сильно как раньше не противлюсь сейчас я даже продумываю те вышивки которые у меня уже есть вышиты буду потихоньку их оформлять но в таком но с таким раскладом чтобы что конкретно вот сейчас подойдет вот в этот интерьер а что у меня вышито а что бы я хотела в этом интерьере украсить что бы я хотела тут повесить какие вышивки будут сочетаться какие не будут сочетаться вот сейчас я уже потихоньку так это продумываю и в это время продолжаю вышивать и рукоделить с чем-то другим вот так вот сегодня мы поболтали я уже буду заканчивать болтать чуть-чуть повышеваю а мы с вами увидимся в следующем видео пока пока вот 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 вот